Церемонию вручения оппозиционной премии свободы назначили рядом со зданием бывшего НКВД в Алматы. У камня, на месте которого власти не первый год собираются установить памятник жертвам политических репрессий. Незадолго до вручения премии свободы здесь прошла акция памяти, организованная Акиматом города. Сразу по завершении официального мероприятия организаторы начали собирать баннеры и стулья. Вручаемую ежегодную премию за вклад в развитие демократии и гражданского общества присудили трем персоналиям. Редактору и собственнику сайта накануне КИЗЭД Гюзель Байдалиновой, содержащейся под стражей. Барду и гражданскому активисту Жанату Сентаеву, арестованному в Уральске. И руководителю неправительственной организации журналиста в беде Разлане Таукиной. Редактора сайта накануне КИЗЭД Гюзель Байдалинову в этом месяце приговорили к полутора годам тюрьмы. Ее обвинили в распространении заведомо ложной информации в публикациях о КАС-Коммерсбанке. Сторонники Байдалиновой считают, что ее судили за то, что она много лет работала в оппозиционных СМИ. Я и Гюзель, мы выпускали газету «Республика» с самого первого номера. И вот сейчас фактически 16 лет, и я бы сказала, что в отношении нас, наверное, никогда так жестко еще не были применены репрессии. Еще один лауреат премии свободы, Жанат Исентаев, был задержан накануне намеченного на 21 мая всеказахстанского митинга по земельному вопросу. Он арестован на два месяца. Его обвиняют в разжигании розни. Его выступление, снятое на видео незадолго до ареста, во время встречи с депутатами в Уральске, набирает просмотры в интернете. Премию свободы получил руководитель организации журналистов в беде Разлана Таукина. Ее организация на протяжении многих лет заступается за журналистов и СМИ, которые подвергаются гонениям и давлению. Я благодарю всех за эту премию и хочу сказать, что я делала все, что могу и буду делать, продолжать делать во всей своей деятельности. Премия «Свобода» без денежного содержания вручается 2003 года. В прошлом году эту премию получили главный редактор закрытого властями журнала Адамбол Гульжан Иргалиева, политэмигрант Муратбек Китибаев и диссидент Корешал Асанов, которого в 1992 году привлекали к уголовной ответственности по обвинению в оскорблении чести и достоинства президента. Асанов скончался в прошлом году.